В Турции убили вора в законе Надира Салифова по прозвищу Лотугули. Об этом сообщили турецкие и азербайджанские СМИ. А вот последствия расправы над известным криминальным авторитетом может дестабилизировать обстановку в Челябинске и Екатеринбурге. Так пишут сразу несколько российских изданий. Ведь именно на Урале Надир Салифов контролировал рынки и собирал дань с торговцев. С кем может возникнуть война и кто претендует на его место? Наш корреспондент попытался понять, что будет на Южном Урале. Вор в законе Гули был застрелен во время ужина в ресторане в Турецкой Анталии. Как сообщает издание Prime Crime, Гули был убит выстрелом в затылок. Стрелок сбежал с места преступления, но позже был задержан полицейскими. Главным подозреваемым оказался человек из ближайшего окружения убитого. Криминальный авторитет Хан Ахмедлинский. Именно он пригласил Надира Салифова на совместный ужин. Впрочем, теперь серьезные изменения могут начаться в Челябинске и Екатеринбурге. По данным сайта Урару, еще сидя в колонии, погибший Гули подмял под себя большинство овощных рынков страны и стал долларовым миллиардером. Он 22 года пробыл в колонии, освободился осенью 2017-го, после чего уехал в Турцию. Как сообщил изданию источник в азербайджанской диаспоре, Гули в Челябинске платили не только азербайджанцы, но и таджики, узбеки и даже русские. Почти все, кто занимается торговлей овощами и фруктами. Только вот если обычные продавцы как вели свой бизнес, так и продолжат, то в криминалитете, который контролирует торговлю, будет передел и разборки. Все, кто вел дела от имени Гули, все попадут в большой просаг. Всех азербайджанских торговцев начнут нагибать. По данным Урару, сильнее всего смерть вора в законе скажется на ситуации в Челябинске, где долгое время длится конфликт между азербайджанскими кланами и группировкой халиулинские. Июньская история, когда азербайджанцы побили местных авторитетов, теперь развернется в обратную сторону. Один из таких конфликтов закончился перестрелкой в центре Челябинска. По некоторым данным, молодыми людьми были представители халиулинской ОПГ. Они совершили налет на приемку лома. Для задержания бандита ввели план перехват. И вроде бы всю компанию арестовали. Но, как оказывается, двоим удалось скрыться. Успел нажать на газ и проскочить перекресток на красный свет. В это время заблокировали остальные автомобили и занимались задержанием оставшихся семерых подозреваемых. Как сообщают источники, приближенные к криминальному миру, все это время представитель группировки прятался не только от полицейских, но и от ряда криминальных авторитетов. Ваня тогда ускользнул от руки правосудия и трусливо гасился на какой-то малине в Миасе, попивая пивко у себя дома. В то время, как его пацаны уже два месяца парились в СИЗО. По данным собеседника Урару, на место убитого Гули сейчас претендуют три авторитетных вора в законе. Это Ге Сверловский, племянник убитого главы преступного мира России Деда Хасана, второй, известный в этом же клане авто, и Ахмед Шалинский, который в октябре прошлого года освободился из челябинской колонии, где сидел за разбой. Кстати, именно последний претендент должен был выступать арбитром в челябинском конфликте между халиулинскими и азербайджанскими кланами. Но, кажется, теперь обстановка накалилась. Начнется ли новое противостояние кланов на Южном Урале, станет известно уже в ближайшее время.